Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Брайчева, и мы обсуждаем сегодня тему, которая, я думаю, касается каждого, и того, кто занимается бизнесом, и частных лиц. А будем говорить мы сегодня не просто о судебных приставах-исполнителях, а будем обсуждать тему, появятся ли в России частные судебные приставы. Итак, у меня в студии находится Юрий Савелов, член Президиума «Опоры России». Юрий, доброе утро. Здравствуйте. А нашим слушателям я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире, и можно позвонить, задать вопрос, рассказать ситуацию, поделиться мнением по телефону 65 10 99 6, код Москвы 495, либо все то же самое в письменной форме, можно оформить на сайте финам.фм, на страничке программы «Формулы права». Итак, частные судебные приставы-исполнители. Ну, почему я именно подчеркиваю приставы-исполнители? Мы говорим, конечно, не о тех, кто обеспечивает порядок в судебных заседаниях в судах, а говорим о тех, кто исполняет уже состоявшийся и вступивший в законную силу судебный акт. Как правило, это решение судов. Юрий, а почему мы вообще об этом сегодня говорим? Вопрос непростой или простой, не знаю. Вы знаете, у нас очень много тем, допустим. Вот, с одной стороны, вроде темы не очень интересные, да, а вот предварительно, начиная разбираться, действительно, тема касается всех. Но вот насколько она назрела? Вот почему, в принципе, этот вопрос встает? Прекрасно. Давайте обратимся к цифрам. Мы накопили, по данным газеты «Известия», накопили 2 триллиона долгов между друг другом. Это приличное... Это частное, то есть это не касательно там государства, не государства, друг с другом. Совершенно верно, друг с другом. Физлицы, юрлицы и так далее. Не важно, да, частное, просто, да, физлицы, правильно вы говорите. Вот, частное предприятие. 2 триллиона рублей – это огромнейшая сумма неисполнений долгов. Значит, решение судов, то, которое они выносят, просто не работает. А что у нас основа общества, да? Это суд. Если суд вынес решение в ту или иную пользу, вот, решение должно быть исполнено. Не уклонно. Ну, как бы, должно быть, хотя бы, ну, я, конечно, беру по грязи, пусть 10% не исполняется, или там 5 даже, ну, по ряду причин. А у нас же огромное процентное отношение, ну, 2 триллиона рублей не исполнено. Вот, поэтому она, как, знаете, как назревала, назревала, вот сейчас назрела. Что с этим делать? Потому что любые отношения, ну, допустим, экономические между фирмами, юридическими, долг, да, вот я пример приведу небольшой. Даем в кредит. Есть такие, как товарный кредит. Ну, допустим, одна фирма дает в другой, а та не хочет платить. Мы их предупреждаем, это предупреждаем, заплатите время, сроки все прошли. Ну, не хотим денег. Они товар куда-то спрятали, перевели, слили, все прекрасно понимают, о чем мы говорим. Да, ну, подаем суд. Вот, целая процедура еще полгода длится. Через полгода отдаем судебным приставам, которые завалены такими делами, которые могут потерять даже исполнительные листы. Об этом можно еще говорить. Вот, ну, вроде как-то что-то дошло, ну, решение есть, а денег нет. А долг так и не вернули. Отношения внутри меняются, отношения к бизнесменам друг к другу, да. Идет какое-то вот недоверие. Это даже тормозит где-то экономический процесс. Почему? Потому что, если я даю в кредит товар, ну, кому-то товар, я понимаю, должен понять, что на 95 процентов, если не сейчас, то через год, через суд я эти деньги получу. А если уверенности нет, значит, сам экономический процесс останавливается. Я просто говорю об отношениях юридических лиц. Ну, то же самое и физические лица. Тоже вопрос, дать в долг или не дать в долг, мне кажется, у каждого, перед каждым стоял. Нет, почему? Ведь здесь не только дать в долг или не дать в долг, а, допустим, трата имущества, порча имущества, отношения друг перед другом. Ну, вас что-то испортили, да, вы явно. Вы идете в суд, суд принял решение возместить вам стоимость телевизоров в 25 тысяч рублей. Ну, что вы с этим решением будете делать? Ничего. Ну, вам залили, допустим, телевизор только, да, водой, у нас не работает. Ну, не исполняется это решение. Почему вы начали в начале программы сказать, что практически всех касается, кто когда-нибудь получал на руки судебные решения, исполнительные листы. Ну, понятно, что я просто для наших слушателей красненько скажу, что решения, естественно, бывают разные, да. Мы говорим сейчас, в основном, вот с Юрием обсуждаем более-менее денежные, либо передача каких-то вещей конкретно, либо это денежные какие-то взыскания. Возмещение. Да, ну, например, возмещение вреда, но, тем не менее, денежные какие-то взыскания. А их, мне кажется, большинство, потому что огромное количество споров так или иначе все равно потом перекладывается на деньги. Моральный вред, деньги, ущерб деньги, долги, деньги. Все оценивается деньгами, конечно. То есть только ситуации, когда, ну, допустим, признаются право на недвижимое имущество, в этой ситуации можно обойтись без судебных приставов и сразу пойти в Росреестр. Он автоматом по решению судебному должен это право перевести. Так и делается. Таких мало ситуаций. Нет, они есть, уточню. Когда есть решение, то сами предприниматели, сами коммерсанты, они не обращаются к судебному приставу. Я уже сказал, они могут потерять. Если есть возможность не обращаться, люди не идут. Они сами в банк отдают, да. А если на счету нет средств, или, говорит, таких уже исполнительных листов, там, 10 штук лежит, то мы отзываем, допустим, ну, коммерсантов, другой банк, сами ищем и находим тот счет, с которого нам могут вернуть деньги. То есть, смотрите, Юрий, правильно ли я вас понимаю, вашу, как бы, мысль, да, которую мы сейчас озвучиваем в эфире, что если есть возможность исполнить судебное решение, вообще не обращаясь к приставам сегодня, то люди это и пытаются сделать. Потому что обращаться к приставам иногда бывает долго и часто без результата. Во-первых, у них сам процесс очень долгий. Они два месяца, они уведомляют тот, кто должен заплатить по долгу. Там у них сам процесс полгода, я имею в виду, а после полгода они выносят решение, допустим, у должника ничего нет. Отписываются и все. Ничего это висит. Вот вы мне задали вопрос перед эфиром, когда к вам приходят люди, да, и говорят, вот я получил судебное решение, что мне с ним делать? Я прокомментировала, я его не задала, да? Да, вы прокомментилили. Я задала вопрос, что мне сказать клиенту, когда он приходит с решением и с исполнительным листом? Я не успел на него ответить, сейчас отвечу. Да, вот он должен в течение трех лет, это ваше уже, чтобы подать его, чтобы он к исполнению был принят, а потом ждать, потому что он срока давности не имеет. И вот когда система... Ждать в морепогоду. Да, и когда система заработает, а мы надеемся, что она заработает, вот даже с помощью вот той темы, именно судебных приставов частных, она обязательно заработает. Мы будем сейчас говорить, как она будет работать. Да, и придет время, и пусть там, допустим, уже не те будут рубли, 50 тысяч, они будут не те 50 тысяч, много на них не купишь, но возврат будет происходить. С чего-то надо начинать. Да, совершенно верно. А скажите, пожалуйста, обсуждается ли сейчас вообще введение вот этого института частных судебных приставов? Если да, то в какой форме эти обсуждения происходят? Потому что я знаю, что не все считают вообще целесообразным, вроде бы как. Все говорят, а давайте развивать ту службу, которая у нас есть сейчас. Невозможно ее развивать, потому что, во-первых, ну, здесь очень интересный вопрос. Если, понимаете, нужен толчок. Я имею в виду толчок в каком плане? Вот на сегодняшний день у нас есть государственная служба, да, служащие, получающие зарплату. У них там, кстати, и премии есть, да. А есть частный сектор. Если, проведя какую-то работу, он может заработать не 25 тысяч рублей зарплаты или 50, да, он может заработать гораздо больше. 500. Он будет бегать. Конечно. Это будет стимулировать судебного пристава, там, выискивать долги, там, подавать какие-то запросы, да, чтобы заработать средства. Ну, а не получается ли сейчас, Юрий, такая история, что у нас на каждого пристава, я сейчас не выдаю это за официальную статистику, но, тем не менее, неоднократно слышала от самих приставов, что у них до тысячи дел на человека, условно говоря. Может, и больше. Ну, в целом, да, тысячу дел невозможно провести, ну, как ни крути. И, естественно, то, о чем вы сейчас говорите, приставы берутся за те дела, где либо проще, либо больший объем, который более понятно, где лежит, условно говоря. Конечно, конечно, да. Или еще какие-то мотивы есть у них. И ставят себе галочки. Вот он, допустим, исполнено решение, там, на 500 миллионов, ну, к примеру. Одно. Ну, не важно, нет, сумма исполненных решений на 500. Ну, оно может быть одно. Совершенно верно, вы правильно говорите, да. А те, которые с телевизором за 25 тысяч рублей, они никогда не дождуутся того, чтобы что-то произошло. Но этот пристав будет стоять преминованно, будет стоять на первом месте. Хорошо, ну, давайте сделаем вместо этого одного пристава 20 приставов. Чтобы у них не по тысяче дел было, а по 50 дел на человека. Ну, это все равно, что увеличивать полицию, все равно, что увеличивать ФСБ, Федеральную службу безопасности, все равно, что увеличивать прокуратуру. Количеством вопросов не решить. А в чем будет тогда принципиальное отличие, как вы себе его представляете? Ну, тогда частные, а по-русски говоря, коммерческая структура частных приставов. Совершенно верно, коммерческая структура, да, будет работать. Вот у него тысячу дел, скажем, что из государственных секторов частных перейдет 500, ну, к примеру, говорю. Там еще есть очень интересный момент. Тут все же тогда перейдут в частный сектор, в государственных никто не останется. Телевизор за 25 тысяч рублей. Не забудьте мне напомнить, да, я имею в виду, это очень интересно, почему, если все должны уйти. Вот, суть не в этом. Содержат они сами себя частные. Платить за это не надо. Ни за зарплату, ни за помещение, ни за оборудование. То есть расходов из бюджета нет? Совершенно никаких. А откуда возьмутся деньги? Как у них? Да. А какие им нужны деньги? Компьютер? Диплом у них уже человек нет. А зачем мы сам себе проделить зарплату? У меня есть какие-то сбережения. У меня супруга сегодня, наверное, лжет на супругу зарплату. Нет, подождите, подождите. Меня сейчас волнует вопрос. Вы сказали, что будет на самоокупаемость у нас частная служба судебных приставов. И мне, конечно, будет интересно, я думаю, нашим слушателям тоже, каким образом и за чей счет они будут окупаться. Мы сейчас две минуты слушаем новости и возвращаемся в эфир. Мы продолжаем обсуждать вопрос, который касается частных судебных приставов и появится ли вообще такой институт в России. Напомню, что мы находимся в прямом эфире. Телефон студии 65 10 99 и 6, код Москва 495. Поэтому телефону можно позвонить и задать вопрос, комментарий, рассказать или высказать свое мнение. То же самое можно написать на сайте финам.фм, на страничке программы «Формулы права». Ну а к нам в студии присоединился Вячеслав Михайлошин, заместитель директора юридической компании Центра правового обслуживания. Вячеслав, доброе утро. Доброе утро. Мы теперь втроем обсуждаем вместе с Юрием Савеловым, членом Президиума опоры России, вопрос о частных судебных приставах. И, собственно говоря, до того, как мы остались слушать новости, мы обсуждали, за какой же счет будут существовать те самые частные приставы, если они не потребуют никаких государственных вливаний. Но мне в первую очередь хотелось бы вообще обсудить проект закона. Мы не коснулись о том, что он вообще-то существует, как долго он существует. Я хочу сказать, что книжки уже выпускают по этому проекту, а закон, он так и остался у нас в виде проекта. И, собственно говоря, вообще непонятно, будет ли он все-таки в итоге законом, который вступит в законную силу. Я понимаю, что Юрий... Нет, должен быть. Просто никуда не деться от этого. Если не исполняются решения суда, с этим нужно что-то делать. А другого варианта третьего нет. Что за проект мы обсуждаем? Да, какой проект? Вячеслав, может быть, вы нам более подробно расскажете. Ну, могу остановиться на некоторых моментах. Еще в начале 2013 года предложил такой проект министр юстиции России Коновалов, озвучил на заседании коллегии Минюста. Вот, действительно, согласно проекту закону, взыскатели смогут самостоятельно выбирать вариант исполнения решения, либо через государственных, либо через частных приставов. Значит, предусматривается возможность, что приставы должны будут получить лицензию в течение шести месяцев, должны пройти стажировку у частных приставов, которые уже имеют лицензию, иметь высшее юридическое образование, достигнут возраста 25 лет. Естественно, должна быть репутация чистая, то есть не должен привлекаться к уголовной административной ответственности. Кроме того, он не должен участвовать в исполнительных производствах в качестве должника. Хотя это повышает опыт, мне кажется, в современной жизни. Общие ограничения, естественно, должен обладать комплексом психологическим, то есть морально устойчив, для того, чтобы выполнять такие функции. По оружию ограничения, в отличие от государственных приставов, не имеют права, это законопроектом предусмотрено, не носить право на ношение огнестрельного оружия. Это то, что касается законопроекта. Однако в законопроекте мы не увидели ответов на главные вопросы, как же будут финансироваться действительно. То есть чем уначить немножко с серединки. Самый главный вопрос животрепещущий. Ведь от этого зависит, да, и будет ли интересно гражданам идти в эту структуру, заниматься этим, если не будет понятным, каким же образом они будут получать возможность оплаты за свою работу, будет ли поддержка государства или нет. То есть это серьезный вопрос, который требует подробного освещения. Никакого серьезного вопроса. Побегут, еще и очередь будет стоять. Открыть свою частную судебно-приставскую офис или компанию. Сейчас коллекторы есть. Вот, например, частично, о чем мы говорим, да, это коллекторы? Вот, не частично, они все станут частными судебными приставами с большим удовольствием. Еще начнут лицензии ограничивать. Допустим, мое мнение, лицензии ограничивать не должны. Вот высшее образование, вот, как говорится, наш собеседник сказал об этом. Вот там небольшой набор. Вот про оружие правильно, пока не нужно им давать оружие. Чтобы тот, тот, государственный, да, тот сооружен, не государственный, уже отличие. Вот, а то, что мы называли цифру в начале фильма, 2 триллиона рублей долгов накопили, то работы там огромное количество. Огромное количество, даже включая телевизор, 25 тысяч рублей. Если пристав частный получит с этого 5 тысяч рублей, востребованных с телевизора, то может быть даже с должника, а не тот, кто ему закажет, как сегодня эти 7 процентов. Очень много будет людей, пусть работают. За ними только надо будет следить Минюсту, а подчиняться, как по французской модели, прокуратуре. Понимаете, чтобы они поехали, могли поехать в другой город, зайти не к судебным местным приставам, которые могут там договориться с должником, да, не с полицией, а зайти в прокуратуру, там все объяснить, он приехал в другой город, вот, там, расследовать такое-то, такое дело, такой-то, такой-то долг. И прокуратура, так как она контролирует, их должна им помочь. А вот смотрите, на сегодняшний день ситуация выглядит следующим образом. Мы должны подать исполнительный лист туда, где находится у нас должник. Ну, как правило, да, соответственно, если... Достаточно часто бывает, что должники могут быть зарегистрированы или физически проживать действительно далеко от того, где находится взыскатель. Это сразу ему становится достаточно проблематично, ну, например, поехать там в Мурманск куда-то, да. Вот что касается частных судебных приставов, как-то освещается этот вопрос, Вячеслав? Вот в законопроекте этот вопрос не освещается, но я полагаю, что точно так же будут работать, как и государственные структуры. То есть если в ходе исполнительного производства выясняется, что должник зарегистрирован в одном месте, исполнительный лист предъявлен для исполнения по месту нахождения должника, исходя из его регистрации, но выясняется, что он переехал в другую область, в другой регион, то пристав передает исполнительное производство по месту реального его нахождения, либо направляет запросы для установления места, реально ли он там находится или нет. Вот такие процедуры. Я сказал совершенно другое, как сейчас работает, Вячеслав говорит. Да, как сейчас работает государственные приставы. Допустим, я приду в частный судебный пристав, скажу, у меня в Иркутске, мне должны миллион рублей. Вот решение суда. Он не будет посылать частное, он возьмет билеты, полетит туда и на месте будет решать этот вопрос, разыскивая имущество или еще что-нибудь вместе с прокуратурой. Или будет какое-нибудь большое агентство приставов, я не знаю. Не будет никаких агентств. Понимаете, чем будет сумма долга больше, тем интенсивнее и прогрессивнее будет работать частный судебный пристав. А сейчас, смотрите, посылаете вы исполнительный лист, я вам уже говорю, третий раз говорю, его потеряли, не на этом участке, так там его потеряли. А вторым, каждый в своем городе, если это небольшое городишко в 300-200 тысяч населения, приставы договариваются на сегодняшний день. Я не хочу их обвинить в чем-то, но вот по телевизору нам показывают где-то за взятки для того, чтобы с должника ничего не востребовать. Он еще и подсказывает тому, что нужно сделать, чтобы у тебя там ничего не было, я к тебе не пришел за определенную сумму. Мы не исключаем это, такое тоже есть. Давайте называть вещи своими рюнами, не будем прятаться за воздушные. Ну вот смотрите, Юрий, вы сейчас сказали, он берет билет и летит в Иркутск. Конечно. Это когда миллион рублей должен, или там 100 миллионов, условно говоря. А когда 25 тысяч рублей телевизор, вот что делать этому, тому самому человеку? Ну телевизор тяжело, поймите, телевизор мне тяжело за 25 тысяч, я в Иркутске, он никак долго попасть не может, если я там не был, если там не произошел случай. Ну такие есть, конечно, это отдельный частный случай. Телевизор это вот сосед, понимаете? Ну условно, да? Мы уже обсуждаем, сколько много, сколько мало денег. Нет, нет, мы обсуждаем то, что происходит, допустим, 70%, 300% выставляем то, что вы сейчас задали. 25 тысяч в Иркутске. Ребят, давайте разберемся 70 с 2 триллионов, а потом уже придем к этому. Потому что когда частные судебные приставы, их будет очень много, они растачат все дела, каждый себе возьмет. Сначала они, извините за вражение слова, прям хапнут немножко там, да? Потом нужно будет работать, пойдут дела более сложнее. Они тоже как там, еще сложнее. Потом до 25 тысяч дойдут, дойдут до трех. Оптимистично. Все очень просто. Усложнять не надо, пожалуйста. И могу пояснить, вот у нас есть аналогия, это, как вы очень хорошо сказали, коллекторы, да? Так вот если посмотреть, с чем работают коллекторы. Коллекторы не берут в производство такие дела, задолженность 25, 10 тысяч рублей. Им неинтересно и экономически невыгодно. Есть, берут то, что продают банки, свою задолженность, условно там 35 тысяч долг продали, и коллектор работает. Как он работает в таких случаях? Никуда не выезжают, обзванивают по имеющимся телефонам. И письмецо в лучшем случае отправят. И пишут с угрозами до СМС, что к вам выйдут, готовьте документы, будет возбуждено дело, уже приставы идут. То есть вот такие общие формулировки. Все, дальше не сдвигается вопрос, никуда никому не посещают. То есть если человек испугался и оплатил такую сумму небольшую, все, вопрос решился. Если нет, забывают о нем. Поэтому вот то, что мы говорим, будут частные приставы хватать. Только большие суммы. А то, что сейчас у нас большая проблема висит, это алименты, да, это взыскание задолженности небольшой, да, там, где граждане, должники, ну, до 30 тысяч, может быть, да, все это остается за рамками. Это не будет охвачено приставами. Им не будет выгодно частным приставам. А я вот не пойму немножко. Я позицию Юрия поняла. Юрий у нас, если я правильно понимаю, скорректирует меня, ну, в общем и целом, категорически за этот же статус частных приставов. Вячеслав, а вы? Я хочу Вячеславу понять. Мы также за, потому что наша компания очень часто сталкивается с тем, что наша компания направлена на суды. То есть мы получаем для клиентов... Вы говорите, что вы за, критикуете, говорят, все равно не пойдут, и маленькие не пойдут, и так далее. Пойдут, Вячеслав, мы их обяжем, понимаете, когда они будут получать лицензию, мы скажем, что по алиментам 10 дел у вас было сделано, не сделали, можем отнять лицензию. Хорошо, что у нас есть такая полемика, и хочется, чтобы это так... Хорошая тема. Ну, почему бы нет. Чтобы институт развивался. Ну, вот мы смотрим, возьмите, хорошо, коллектор вам сказал, да, что не работает вот там, где меньше 30 тысяч, неинтересно, только вот смс-ки посылать. Возьмем медиацию, продвигает медиацию и арбитражный суд, и специально недавно установим комнаты для общения. Это, то есть, попытка для сторон мирным путем урегулировать без суда, досудебное. Некий медиатор, который, ну, условно пытается примирить две стороны. Такие там, конечно, там не какие-то 25 тысяч, я думаю, что это не будет института работы. Но на самом деле медиация неинтересная сторона. Она не будет работать, ну, кто такое придал, она не будет работать, как можно договориться, если... Ну, как закон есть уже, действует. Вот, понимаете, какие законы принимают, мы не обсуждаем, я поэтому даже, извините, Вячеслав, просто хочу сказать, не будет работать, ребят. Ну, как будет работать? Мы знаем, что вы мне должны, или я вам должен, я вам не хочу платить. Ну, посадите, я вам все равно платить не буду, или у меня нет вообще, или я спрятал свое имущество. Как можно добиться? О, интересно как, вот я даже не знал, и не хочу голову этим забивать. Точно так же у нас и с частными приставами, вот эта вся мелочевка, которая важна для граждан, да, частными приставами, она не будет рассматриваться, не будет интереса. Почему? Потому что необходимо им получать экономическую оплату. Две минуты, мы послушаем новости, возвращаемся после этого сразу в эфир. Мы продолжаем обсуждать тему частных судебных приставов, исполнителей в России, будет ли вообще действовать у нас такой институт. Напомню, что со мной в студии находится Юрий Савелов, член Президиума опоры России, а также Вячеслав Михайлошин, заместитель директора юридической компании Центра правового обслуживания. Мы находимся в прямом эфире, нам можно позвонить, задать вопрос экспертам, которые в студии вместе со мной обсуждают сегодня эту тему. Также можно свое мнение или свою историю рассказать касательно судебных приставов. Телефон студии 65 10 99 и 6, код Москва 495, можно позвонить, а можно написать на сайт finam.fm на страничку программы «Формула права». Итак, частные судебные приставы. У нас прям спор целый возник по поводу частных судебных приставов. Тем не менее, я понимаю, что оба эксперта, которые находятся сегодня вместе со мной в студии программы, Юрий Савелов и Вячеслав Михайлошин, все-таки вы за. У каждого свои мотивы немножко, но все-таки вы за. Мы, кстати, затронули вопрос медиации. И Юрий, и Вячеслав одновременно фактически говорят, что на данный момент, несмотря на наличие такого уже закона, то есть правовой базы для медиации, тем не менее, не работает. Я могу к вашему мнению присоединиться. У меня даже ни одного случая в практике. Я даже не слышала пока. Я не знаю, почему такие законы принимаются. Вообще работать не будут. Это на поверхности. Это отношения между гражданами, просто гражданами. Я юридическое лицо, вы юридическое, вы частное лицо физическое, я физическое. Отношения между гражданами. Если мы хотели друг к другу рассчитаться, мы бы рассчитались. Потому что письма мы получаем, где все написано. Какие нам штрафные санкции, если в суд пойдем. Все это есть. Это нужно еще юриста посадить и рассказать вам, что вы не заплатили 500 тысяч рублей, вам еще 25 тысяч рублей штрафа. Еще тот, он что, не знает этого? Как это должно работать? Я очень смутно понимаю, просто смутно понимаю. На эту тему я предлагаю немножко кратенько медиации коснуться, потому что это как ближайшая тема. У меня мнение такое, что это все равно, что с хвоста начать лошадь описывать. Если человек знает, что он не отдаст долг и ничего с ним не сделает пристав, потому что до пристава сначала достучаться надо, это тоже нужно талант иметь. И не бросить, и не опустить руки, что тоже возможно в ряде споров. А потом этот пристав, когда до него в конце концов достучаться, условно я так называю, просто ничего не найдет. Даже за этот период времени, ну все что угодно уже можно вывезти, увезти, и там ищи, бегай, догоняй любое имущество. Это на сегодняшний день. А если у нас, как мы сегодня обсуждаем с вами вопрос частных приставов, если вопрос исполнения решения суда будет гораздо более эффективный. Интерес будет у частных приставов. Зная, что он не отдает долг, но тем не менее, либо найдется его имущество, либо найдется уголовное дело на него, как злостное уклонение от исполнения решений суда. Статья-то, кстати, существует, она просто не работает физически. Вот тут вот человек может задуматься, может быть до решения сесть за стол переговоров и воспользоваться услугой медиатора, если она нужна. А в купе, может быть, интересно вы сейчас, да, может быть, может сработает. Но, тем не менее, давайте вернемся к... Но тут должна оплачивать, вот Вячеслава хочу спросить, ведь сейчас вы говорите, открываются кабинеты, государство оплачивает. Вот в арбитражных судах предлагается эта процедура бесплатно. Нет, нет, оплачивать кто будет государству, кабинет предоставляет государству опять. Ну здание уже есть, государство предоставляет. Вот если зайти на официальный сайт арбитражного суда, даже сейчас заявлено о том, что предлагается бесплатная услуга медиации. То есть нужно только позвонить и попросить об этом. Для чего это делает арбитраж? Привлекая действительно на бесплатной основе медиаторов? Для того, чтобы разгрузить своих судей, которые страшно загружены в арбитражный суд города Москвы делами. Потому что рассматриваются дела до 8, до 10 вечера, суди сидят рассматривая дела. А потом мы начнем отписывать решение. Хоть как-то, вот может быть для того, чтобы как бы хоть бы разгрузить судей, да, может быть. Но, к сожалению, эти кабинеты пустуют и никто не идет. Я примерно и сказал, почему, может быть, вкупе сработает. Потому что получается, действительно, проще получить решение суда, а потом долго-долго его не исполняется. Да, вот такая вот история. Кстати, коллеги, скажите, у вас практики, или, может быть, рядом, или слышали, или рассматривали. Вот как раз я затронула вопрос наличия статей в Уголовном кодексе. В прямом смысле слова уголовных статей с уголовно-правовым наказанием. В том числе за злостное неисполнение, уклонение до исполнения решений суда. И при этом в моей практике и то, что я слышу от коллег, я вот не слышала, чтобы хотя бы одно такое дело было. Нет, его же надо доказать, ну, я имею в виду... Ну, естественно, как любое уголовное дело у нас... Я забыл, что у меня на Канарах есть дача в 2 миллиона долларов стоимостью. Знаете, документы есть, а вот забыл. А приставы вообще... Когда найдут ее, они же на этом основании будут говорить, что вот вы должны продать дачу и заплатить долг. Да, дача или дом. Вот, нашли ее. Я говорю, знаете, я забыл, что она у меня там есть. Простите меня, оштрафуйте. Это доказательство, если человек забыл про 2 миллиона, значит, у него должно быть очень много денег, чтобы такую мелочь он решил забыть. Или он специально говорит. Тем не менее, а вообще приставы занимаются ли работой в области возбуждения этих дел? Вот я знаю, что, Вячеслав, ваша компания непосредственно постоянно контактирует с приставами. Вот у вас есть такое или нет? Вы знаете, у нас было такое очень интересное дело. Действительно, это... Оно было одно и поэтому очень интересно, да? Это, пожалуй, исключение из правил, когда было возбуждено дело, по сути, 177 УК, это злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере. То есть... И оно было возбуждено, дошло до конца? Да. Был осужден у нас предприниматель, который занимался риэлторскими услугами. Получилось так, что с него была взыскана большая сумма задолженности, вот, и он... Была доказана злостность уклонения в связи с тем, что он, работая индивидуальным предпринимателем, да, совершал сделки по купли-продаже недвижего имущества, и таким образом получал... Было достоверно доказано, что получал прибыль с этого и тем самым... Но, тем не менее, не платил по решению суда. То есть, вот, когда были собраны эти доказательства, то был доказан важный момент, это злостность. То есть, просто за уплатение нельзя привлечь. А сколько, сколько и сколько его, как бы, суд обмерил, как есть такое выражение? Вот, я сейчас не буду вот вводить в заблуждение, не помню, какая мера ответственности была применена, но он был действительно осужден, приговор вступил в законную силу. То есть, это эксклюзив. Да, совершенно верно. Но вопрос у меня не простой, а именно применительно к частным судебным приставам. Ну, понятно, что оружие им не дадут, по понятным абсолютно причинам, чтобы туда не побежали. Нет, не надо, пока оружие не надо, это ничего. Вопрос не в оружие, а вот вопрос в инициацию уголовного дела, да, вот по... Ну, же им сейчас пока не надо этого, не надо усложнять. Не надо усложнять, у вас 2 триллиона долгов, давайте немножко разгребем здесь. Вот, я тут с коллегой не согласен, вы знаете, этот институт может заработать. У нас в России действительно нужен крепкий кулак. Когда у нас кулак есть, то у нас тогда и механизм начинает работать. Вячеслав, секунду, подождите секунду. Ну, подождите секунду, очень прям вопрос к вам в эту тему ложится. Вот скажите, раз у вас было то эксклюзивное дело, этот человек в итоге заплатил должнику от ту кредиторскую задолженность, которая у него была? В результате, да, то есть там был наложен арест и на его имущество, вот, и частично он погашал долг иными путями, то есть он получал деньги. Для него это было стимулом, условно говоря, возбуждение уголовного дела, угрозу уголовного наказания серьезного, да, в зависимости от того, как он себя ведет. Когда приговор вступил в законную силу, он обжаловал ее, конечно, но приговор вступил в законную силу, то деваться было некуда. То есть это кулак был в данной ситуации? Совершенно верно. Хотя он считал решение несправедливым, но тем не менее, вот, задействован был этот механизм, редкий, и задолженность была погашена. В общем, могут использовать этот механизм, я имею в виду, в процессе, если у них не будет получаться. Вот смотрите, что касается, я извиняюсь, что... Да-да-да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот как работает механизм, ведь есть еще статья за злостное уклонение от уплаты алиментов по решению суда, аналогию можно провести. И вот этот механизм работает. И как раз приставы, самостоятельно получая доказательства, что лицо злостное уклоняется... Имеет доход, имеет доход, да, они платят. Некаких проблем сами. Никаких проблем они его... Возбуждает, собирает материалы, возбуждает уголовное дело, передает его в суды. И такие дела рассматриваются. И вот тут механизм работает. Так вот и тут можно предусмотреть возможность, чтобы частные приставы, если не возбуждали бы дело, но они могли бы собрать эти документы и направить заявление о преступлении правоохранительных органов. Совершенно верно. Чтобы это было еще одним заставить должника заплатить... Рычаг. Рычаг, да, должника заплатить. Я согласен. Совершенно верно. Да, здесь вот может работать. Вы знаете, а вот у меня, честно говоря, мнение следующее, что если мы увеличим количество шагов, да, и сложностей, препятствий, формальностей к тому кулаку, о котором вы сейчас сказали, Вячеслав, то он опять не будет работать, собственно говоря. Совершенно верно. Поэтому я отвечу просто мне, почему еще раз говорю. Начнем, выдадим лицензии частным судебным приставам и начнем просто для начала разгребать долги. Вот я вам пирамидный цифр, сверху будет легко, следующий кусок, следующий пласт будет сложнее, третий пласт еще сложнее. Вот на четвертом пласте, когда дойдем до этих налогов, вот будем применять уже какие-то определенные рычаги. Сегодня вот этот рычаг, завтра напишем дополнение для частных судебных прихотеров в этом, чтобы все более сложные, мелкие дела и сложные дела все-таки доходили, решение было исполнено. То есть я правильно понимаю, что вы считаете, что у нас будет все как обычно сначала, и если мы сегодня, кстати, обсуждаем, напомню нашим слушателям, вообще-то проект, который уже давно существует. Ну, на секунду, отвлекусь на свои звоночки, если надо обязательно сейчас выслушать слушателей, но просто речь о чем идет? Вот как раз Вячеслав рассказывал по поводу того, что в Минюсте в начале 2013-го начали обсуждать этот вопрос. А есть, я слышала, по крайней мере, о таком тоже детище Минюста, которое называется «Долгосрочная программа повышения эффективности исполнения судебных решений на 2011-2020 год». 2011-2 года назад, где они говорят, нет, нам параллельная структура не нужна, то есть в 2011 году Минюсту не нужна параллельная структура, в 2013-м начале она уже может быть нужна, и вот мы сегодня... Назрел, назрел пузырь, назрел, сейчас лопнет. Обсуждаем. А давайте выслушаем слушательницу Евгения у нас на связи, здравствуйте. Доброе утро. Вы знаете, у меня такое впечатление, что у нас уже есть институт частных приставов, я об этом здесь говорила. Коллекторы. Это вот, нет, это те самые приставы, которые... Конечно, бесплатно не работают они, да. Когда есть большие суммы, то они очень охотно не то, что добывают эти деньги, а делают так, чтобы должник их не отдал, и получают за это очень приличные суммы. Вот не хочется, конечно, эту тему затрагивать, но мне приходилось бывать... А почему же ее не затрагивать, не хочется затрагивать? Давайте об этом говорить. Нет, нет, вы не знаете еще какую я хочу затронуть тему, я просто... Там часто бываю, у меня даже есть знакомый частный пристав, очень честный человек, поэтому он вот не берется за такие дела, он получает зарплату и получает очень мало денег. Вы знаете, меня поражает вот что, наводнили эту службу кавказцы. Куда ни кинь глаз, везде они. Причем они себя прекрасно чувствуют. Они как раз выступают в роли вот тех самых частных приставов, не берут никакие там дела за 25 тысяч про телевизор, а берут на несколько миллионов, снимают с этого свои деньги. Вот. Я понимаю ваши эмоции, но единственное, что хочу сказать... Вот, а что я хочу предложить, вот реально, вот по поводу... Евгения, подождите секундочку. Я просто единственный момент хочу сразу четко сказать. Я никоим образом, как ведущая программы, не хочу национальную какую-то подоплеку. Я только сказал, что я не хочу об этом говорить. Вот, я сейчас о другом хочу сказать. Вот я подумала, может быть, вот этим новым частным приставом, если такой институт будет утвержден и закон принят, кто-то вообще будет надзирать за их работой? Да, прокуратура. Нет, Минфин, а прокуратура, они будут подчиняться, это будут старших. Может быть, имеет смысл, чтобы у них вот в отчетности было, там, я не знаю, как минимум там 100 или 200 дел ежемесячно или еще как-то по 25 тысяч. Мы об этом сказали вначале, мы можем сделать силовым методом, да. Чтобы действительно такие, знаете, для кого-то 25 тысяч, как для нескольких людей, там, для каких-то 25 миллионов. Они, может быть, всю его жизнь нам решат эти 25 тысяч, которые ему вернут. Совершенно верно. Это будет показатель работы частного судебного пристава, что у него там за 10 месяцев прошло там 89, вот именно дел, не дороже там или не больше 25 тысяч рублей. Вот это правильно. Да, это можно, это ничего страшного нет. А на самом деле это нужен не кулак, а просто порядок, которого в стране нашей, к сожалению, нет нигде. Ну, по-моему, во всех областях, Евгения. Мы сегодня кусочек взяли, да, у нас, собственно, вопросов-то таких много. Спасибо большое за звонок. Ну, а такой двоякий звонок, тем не менее, к сожалению, нельзя закрывать глаза, ему я не называю сейчас факты и не делаю утверждения, назовем это то, чтобы быть аккуратным, предположение, но все прекрасно понимают, что у каждого в голове очень много предположений возникает, когда речь идет о том, что у пристава действительно мизерная зарплата, безумное количество дел и, собственно говоря, кто как может, так и распоряжается всем этим богатством. Ну, это единственное решение, почему я думаю, что закон будет принят, все-таки у нас на сегодняшний день серьезные руководители не прекрасно понимают, не разгребсти, без судебных частных приставов не разгребсти. Понимаете, вот эти вот долги, они будут только нарастать, как снежный кон. Сейчас нужно, у нас еще будет 15 минут, я вам скажу, как нужно сделать быстро и четко, чтобы это заработало. Хорошо, тогда 2 минуты слушаем новости, возвращаемся в эфир. Итак, мы обсуждаем сегодня тему частных судебных приставов исполнителей, появится ли в России вообще такой институт. У меня в студии находится Вячеслав Михайлошин, заместитель директора юридической компании Центра правового обслуживания, и Юрий Савелов, член Президиума опоры России. Я напомню, что мы находимся в прямом эфире, можно позвонить, задать вопрос по телефону 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Также можно написать на сайте finam.fm, на страничку программы «Формула права» ваше мнение или комментарий, или история, или, опять же, вопрос. А у меня, мой есть вопрос, соответственно, к экспертам, которые в студии сегодня находятся. Вот, смотрите, мы сегодня достаточно много, на мой взгляд, уделили времени тому, что, к сожалению, известный, по крайней мере, нам из средств массовой информации, и уж каждый из нас, аккуратно говоря, слышал об этом, о том, что бывают разного рода коррупционные нарушения со стороны приставов-исполнителей. И вот мы называли, например, переговоры с должником, когда пристав имеет, по крайней мере, возможность получить с должника некий бонус и дальше не выполнять своих действий по принудительному исполнению решения суда. Как избежать этого, если у нас будут частные судебные приставы? У них будут те же самые соблазны. Какие у них соблазны? Никак, скажите, никак, вы так переглянулись. Нет, нет, я думаю, кому вопрос. Ну, кто желает ответить, есть желание. Нет, ну, соблазны, во-первых, будут гораздо меньше, соблазны всегда остаются в жизни, без соблазнов очень тяжело жить, да, поэтому их не исключить. Мы говорим о незаконных. Даже о незаконных, это отдельная история, даже о незаконных, вот. Но у них будет другой доход судебных приставов, это понятно, как белые деньги. То есть они будут больше дорожить своей работой. Да, верно, сейчас Вячеслав в новостях мы обсуждали. 100 тысяч человек дают, только помогите документы, только запустите их, чтобы со счета денег знали. Да, совершенно официально, ему не нужно бояться, что кто-то схватит за руку. А здесь будет официально, да. Ну, о чем говорить, поэтому я вам и говорю. Сейчас нужно сделать, очень срочно, принять этот закон. Он назрел, вот, с дополнениями, с изменениями, ну, насколько это возможно. Выдавать людям лицензию, о чем мы говорили, с юридическими образованиями. Выдали лицензию, примерно работа есть, они будут работать как государственные. Вопрос помощи полиции, чтобы у них был. Вот, это все можно обсудить и запустить. Минюст должен контролировать каждые 3-6 месяцев. Какая статья из этого закона не работает. Понимаете, или ее тут же дополнить, или изменить, или вообще убрать. Постоянный контроль. Вот, какие идут нарушения. Все это должно стекаться в Минюст. Контроль за прокуратурой, потому что судебные приставы частные должны подчиняться прокуратуре. Она, ну, как руководитель, не просто, да, подчиняться, я правильно не говорю, не просто курировать, а подчиняться. Что еще хочется сказать? Ведь у нас, например, министр юрист, неплохой юрист, да? Вот. Пусть возьмут три региона, там, не знаю, ближайших, может быть, ближайших, и там без закона проведут эту реформу. Напишут. Ведь без закона можно сделать пилотные, знаете, проекты. И у нас иногда их применяют, почему-то применяют очень редко. Во всех отраслях, во всех областях нужно применять пилотные проекты. Если есть какие-то сомнения, и область с губернатором согласна у себя это применить, применяйте, возьмите 3-5 областей, распишите, как они должны работать, как будут работать, и запустите. И ровно через 2-3 месяца пойдет уже результат. Работает это, не работает. Вот я уверен на 100%, что это будет работать, будет работать очень эффективно, и тогда надо будет немножко вот... Корректировать. Не поджимать сильно. Ой, судебный пристав, он получил 10 миллионов рублей. Все, значит, им снизить, да, это огромное. Он всего налоги заплачил с них, все как положено, да, что? Ну, получил, получил, значит, у него было такое дело, ему досталось. А другой получил 25 тысяч рублей. А если он получил 10 миллионов, значит, должен дел сделать, еще раз говорю, 150 дел сделать, которые не больше 25 тысяч рублей. А скажите, пожалуйста, вот еще у меня такой вопрос беспокоит, урегулировано ли это как-то в проекте федерального закона, который мы сегодня обсуждаем, если да, то как или нет, как вы себе это представляете? Взыскание в пользу государства. У нас достаточно часто, во-первых, решением суда взыскивается госпошлина, во-вторых, ну, те же самые штрафы и так далее, да, вот. Как вы считаете, Вячеслав? Насколько я понял, значит, проект предусматривает, что вот взыскание штрафов в пользу государства, этим будут заниматься государственные приставы, вот. Ну, сейчас же, Вячеслав, вот опять они будут заниматься, там огромные сейчас, говорят, ПГИ неплатежи, вы, да, тоже знаете? Огромные, да, огромные, конечно. Там, говорят, не знают, что делать, фотографии присылают, а там все... Поэтому, если государственные будут заниматься, вот как раз и вменить частным приставам, чтобы где-то сливки не снимали, пусть бегают и по 2,5 тысячи выбивают. Ну, мы говорим, что вот нужно, опять же, возвращаемся к вопросу мотивации частных приставов, да, им будет просто неинтересно, они будут, если они будут и принимать, никуда не денутся, их обяжут, да, и возбуждать исполнительные производства по таким штрафам, небольшим суммам, то они будут работать точно так же, как сейчас работают государственные приставы. А им никто зарплату платить не будет, если они не заработают. Окончание исполнительного производства, просто они будут прием. Нет, а если они не заработают, ничего не заработаю я. Если вот гаки закрутим, как вы говорите, допустим, дадим им этих мелких день, там, не сто на год, а тысячу, конечно, он не будет работать. Это должно быть регулировать, очень тонкий регулятор будет. Вот они и пусть говорят. А значит, а что останется государственным приставам? Выбивать эти долги? Они сейчас их выбивают 2-4. Ну, смотрите, у нас ведь как законопроект говорит о том, что гражданин вправе выбрать, да, обратиться к частному приставу или к государству? Ну, это гражданин, а государство? Кто у нас там от государства будет выбирать? Ну, государство просто, я думаю, что не будет у нас работать до частных приставов. То, что приходит, как говорится, в голову, будут менять. Выдадут частные приставы. Знаете, по Москве сколько можно лицензии выдать частным приставам, которые будут работать? Нетрудно сказать, там, 10 тысяч, может быть. И всем найдется работа на сегодня. Всем найдется, а может быть и 25 тысяч. И всем найдется работа. Почему? Потому что 2 триллиона долгов, это что-то значит. Это вам не 200 миллиардов там это, 2 триллиона. И то, наверное, посчитано, я думаю, что цифры есть. На самом деле, знаете, у меня возникает еще такая мысль. Я, естественно, математикой никакой не занималась в этой области. Но, тем не менее, есть, например, бизнес, завязанный на микроплатежах. Да, в частности, это могут быть интернет, какие-то платежи, доллар, а при этом вырастает из этого некий бизнес. Да, вот условно говоря. Мы сейчас с вами обсуждаем тоже некие микро, хотя в кавычках, конечно, микродела или микровзыскания с точки зрения приставов. Если взять это в большое количество, ну, массово, определенным образом, я думаю, что могут быть и приставы, которые вообще могут специализироваться на этих маленьких делах и иметь оборот большой, ничуть не меньше, чем дело там на 100 миллионов, которые кому-то достанется, а кому-то не достанется. Ну, вы знаете, я вот могу сказать на этом. У нас вот частная юридическая компания, в которую приходят точно так же граждане и граждане юридические лица с большими вопросами, то есть большими крупными долгами и с маленькими. Так вот, и нам неинтересно работать, когда приходят и говорят, вот мне нужно решить вопрос законным порядком, да, 100 тысяч долга. Когда начинаем расписывать услуги, подготовка искового заявления, подготовка претензий, представительство в суде, получается, вырастает, что меньше, чем 50 тысяч, сходить в суд общей юрисдикции, подготовив все документы, нет смысла для компании задействовать ведущего решения. Еще неизвестно, как решение будет, ну, там же деньги-то вернутся или нет. Человек сам разворачивается и уходит, да, думает, лучше пусть будет так, и мы еще не гарантируем решение. Но гарантирует решение, естественно, не имеет права ни юрист, ни адвокат, но дело не в этом, а дело... Нет, бывает, гарантируем. Ну, разворка, разворка, совершенно верно. Нет, это большая, почему? Юридическая компания гарантирует возврат долга, это очень серьезно, нет, серьезно говорю, если не так сказали, официально заявить. Ну, почему бы и нет, но это уже немножко из другой серии. Нет, мы занимаемся оценкой перспектив, да, действительно, высокая вероятность или нет. Вячеслав, я немножко другое сейчас говорю, да, есть еще, у нас буквально две с половиной минуты, но есть еще тогда маленький-маленький, маленькая сторона того, о чем вы сейчас сказали. Предположим, спор на 100 тысяч, из них плюс еще там 50, 70, 100, 200, пусть даже, 300, 500, я сейчас не хочу о цифрах говорить оценочно, да, пусть даже больше. А заняли услуги юридического плана. Но ни один суд не взыскивает нормальные деньги, у нас арбитраж еще взыскивает нормальные деньги на юристов, да, то есть там 100, 150 тысяч, 200 тысяч. Будут взыскивать. Если, конечно, они обоснованы и подтверждены. Конечно, представляете, бумаги будут взыскивать. Прийти в 100 тысяч, даже 100 тысяч, а это как бы не самая большая сумма в суд общей юрисдикции, ну, хорошо, если 40 взыскали. Да, остальные 60 ложатся на плечи того, кто подает иск в суд. Естественно, человек, обладая маленьким спором, он в суд вообще не идет, если он не в силах сам это сделать. Знаете, что можно сделать, я просто время заканчиваю, хочется сказать, вот в регионе проводить мысль пришла, ну, давайте частных приставов рассматривать дела там до 2 миллионов рублей. Конечно, их будет гораздо меньше, вот, но это тоже может сработать. Вот до 2 миллионов рублей отдаем в частные руки. Цифру, конечно, я сейчас назвал с потолка, может быть, она 3 до 5. Но это пока не обсуждается, да, вот в рамках федерального законодательства? Надо обсуждать, а почему надо обсуждать эти вещи? По поводу надо обсуждать, тогда скажите, пожалуйста, Юрий, Вячеслав, ваше мнение вообще, как долго это будет обсуждаться, будет ли этот закон вообще когда-то, вступит ли в силу, то есть принят? И если да, то как вы себе представляете, субъективно, я не прошу вас дать гарантию нашим слушателям, как мы сейчас обсуждали гарантию, субъективно, как долго, как вы считаете, будет он рассматриваться и вступит ли в силу? Ну, я считаю, что вопрос, конечно, давным-давно назрел, вот, поэтому он должен быть решен так или иначе, и в любом случае выхода у государства нет. Мы должны запустить этот механизм для того, чтобы хотя бы его опробовать, даже если он будет мертвым, чтобы понять, какие ошибки и внести иные изменения, да, но вопрос назрел, поэтому необходимо его решать, конечно, мне бы хотелось, чтобы в этом году, но... Чем быстрее, тем лучше, чем больше будем об этом говорить, и вы корреспонденты, и вообще общественные организации, да любые просто граждане, что мы им объясним, что частный пристав необходим и просто, он назреет, и его примут бы очень быстро. А лучше всего провести в регионах, вот я вам сказал, пилотные проекты, и тогда сразу станет ясно, я уверен на сто с лишним процентов, что они там заработают, и оттуда пойдет информация, да. Вы знаете, уже в завершении программы вспоминаю, я очень редко сама лично хожу к приставу, у меня есть там какие-то люди, но у меня есть фотографии, я там оказалась однажды, это был Кузьминский отдел, где с первого на пятый этаж стоит вот такая очередь, бабушки, дедушки, женщины пожилые, к сожалению, будем надеяться, что этот закон будет принят, и этого всего не будет. Спасибо всем, кто с нами.